Президент Украины недавно выступил перед журналистами. Во время своей речи он затронул тему двойного гражданства в Украине. По его словам, лично он не против этого, но есть ряд причин, по которым данный законопроект будет трудно воплотить в жизнь. Например, принудительная паспортизация жителей оккупированных территорий России. По словам Зеленского, данная ситуация происходит уже долго. В Крыму паспортизация шла на протяжении последних 20 лет. Сейчас Россия делает это на временно оккупированном Донбассе, где раздала более 60 тысяч паспортов. Президент считает, что в мирное время вопрос о двойном гражданстве может стать приоритетным, и парламентарии смогут быстро проголосовать по нему. Также это упростит ситуацию с получением гражданства для людей с украинскими корнями. Это очень сложная тема, особенно из-за сертификации. Потому что необходимо защищать границы, подчеркивает Зеленский. Недавно Верховная Рада огласила закон, который предусматривает выход из украинского гражданства для получения российского паспорта. В сообщении говорится, что законопроект предусматривает отмену гражданства, если гражданин Украины добровольно принимает гражданство атакующей страны. К слову, член главенствующей фракции Владимир Крайденко поклялся не поддерживать закон о двойном гражданстве президента. «Лично я не поддерживаю двойное гражданство и не поддержу выдачу двух, трех, пяти паспортов, потому что непонятно, к кому будет служить человек, занимающий государственную должность», – сказал он. Партия экс-президента Порошенко также не поддержит законопроект Зеленского. Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал в марте 2020 года закон, автоматически признающих граждан Украины и Белоруссии носителями русского языка. Утверждалось, что признание украинцев и белорусов носителями русского языка значительно упростит им получение российского гражданства. В 2020 году в России вступил в силу закон, согласно которому до подачи заявления лица, рожденные в СССР, освобождаются от обязанности находиться в России в течение трех лет, а также от подтверждения источника дохода. Интересно, что сами люди неопределенно ставятся к получению российского гражданства. К слову, недавно на временно оккупированных территориях был замечен билборд, на котором красовалась сатирическая надпись, высмеивающая людей с российским паспортом. На билборде была картинка из известного советского мультфильма «Трое из Простоквашина». Пес-шарик держит в руках российский паспорт, который он, очевидно, только что получил. «Поздравляю тебя, ты балбес!» – так на это реагирует Матроскин.